Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд» – программа не только не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. И мы вновь попытаемся взглянуть на них, в том числе и «Православным взглядом». Я Виталий Степкин, а мой собеседник в студии. Сегодня секретарь Томской епархии, архимандрит Иосиф Еременко. Отец Иосиф, рад вас видеть. Добрый день. Отец Иосиф, хотел с вами сегодня обсудить такую тему, как лихие девяностые. Вы вот то состояние страны, себя помните? Я помню, но дать какой-то исчерпывающий анализ происходящего в то время я не могу, потому что в некотором смысле был объективно от этого всего огражден. Это как раз время, когда я учился в московской духовной семинаре и в академии. Был в стенах Троицы Сергиевой Лавры, в келье преподобного Сергия. И все эти события, в общем, в некотором смысле они прошли мимо. Давайте тогда немножко порассуждаем о духовном и тем, что связано как раз с этим периодом, который я только что обозначил. Вот смотрите, вы, наверное, если быть может, и сами этот период не застали, но где-то по рассказам своих знакомых, где-то, может быть, по каким-то телевизионным фильмам, репортажам знаете, что появился некий такой романтизм криминала. Как такое могло случиться? Ведь, по сути дела, вчера страна строила коммунизм, и человек человеку был брат, друг и товарищ, и вдруг вот это вот криминальное. Что получается? Внутри каждого человека это все равно глубоко где-то сидит и в любой момент может выплеснуться наружу? Ну, возможность греха, возможность зла есть, совершение зла есть в каждом человеке. И вот эти годы советской власти, когда пытались строить мир и благополучие без Бога, это всегда заканчивается плохо. Когда разрушилась великая страна, то вот эта вольница, этот грех, он и выплеснулся, потому что стало все можно. То есть, что хочу, то и ворочу. Оказалось, что нет какого-то внутреннего ценза, что ли. И вот отсюда вот это все и пошло, мне кажется. От бездуховности. А ведь это, наоборот, был период, когда потихоньку религия начала оживать. Ну, мы сейчас говорим о православии, в частности, да, появляются какие-то храмы снова. Мы еще не успели вот это в себя впитать? Это было, получается, только внешне, не внутренне? Ну, каждый процесс, любая перемена, она неоднозначна, ее нельзя какими-то красками одними изобразить. Да, это время как раз возрождения церкви. Но это возрождение, это еще не вошло в жизнь людей вот так, чтобы люди стали строить свою жизнь на евангельских началах. А кто-то из ваших, может быть, детских знакомых, про юность я не говорю, потому что, я так понимаю, что вы сказали, что юность у вас уже была православная, верующая, юность с Богом, и вы были ограждены от каких-то вот житейских бурь. Но кто-то из ваших, быть может, детских товарищей и в итоге свернул не на ту тропу в 90-е? Нет, такого опыта у меня нет. Ну и, может быть, потому что это не только юность с Богом, это от рождения такое было. То есть вы с самого детства общались с людьми, которые были уже воцерковлены? Нет, я общался с разными людьми, потому что учился в школе, естественно, там таких воцерковленных людей не было. Но, не знаю, может, Господь хранил так, ограждал. Отец Иосифович, смотрите, мне доподлинно известно, что люди, которые занимались криминалом в 90-е годы, тем не менее, иногда отчисляли довольно крупные суммы на храм, жертвовали, и в том числе за счет этого храма ремонтировались, реставрировались. А вообще церковь может принимать вот такой дар? Или только если не знаешь, что это дар на каких-то криминальных началах? Ну, опять, моего опыта такого не было, священнического, еще. Потому что я только начинал, это было только начало моего священнического пути. Ну, не будем судить, ситуации были очень разные. Священник — это не налоговый инспектор. И если деньги и принимались на возрождение, потому что действительно было много возможностей, куда их вложить. Это и социальные проекты, и строительство возрождения, старые храмы, строительство новых. Конечно, не любые деньги будут на благо, скажем так. Если у людей было какое-то представление неправильное, что с Богом можно договориться, вот ты мне, я тебе, то это неправильно. Можно обмануть было священника, но с Богом другие отношения, и у него другие представления о человеке. И здесь вот та история как с раскаившимся разбойником не работает. То есть вначале, я правильно понимаю, что вначале человек должен внутренний был прийти к этому, а уже потом что-то жертвовать? Видите, я сказал, что не будем судить. Ведь это отношение того человека с Богом. Может быть, это был акт покаяния. Да-да-да. Вот Закхей. Мы же знаем, он там обирал, обманывал. А потом сказал, да, и не просто отдать, а с прибытком каким-то, больше сделать добра, чем было совершено зла. Очень трудное время и очень неоднозначное. Поэтому дать такой, еще раз говорю, полный исчерпывающий анализ, это, наверное, дело времени и дело людей более осведомленных. Ну хорошо, вот сейчас вы практикующий священник. Сейчас все происходит на ваших глазах. Сейчас вы уже плотно вращаетесь и в кругах церкви, и по своей должности вынуждены общаться с абсолютно разными людьми. Скажите, пожалуйста, как вы сейчас оцениваете духовность нашего общества? Не буду говорить за всю страну. Вот конкретно на примере, допустим, Томска. Нет, ну, если сравнивать с теми девяностыми, то ситуация, конечно, гораздо лучше. И люди, даже если они и не постоянные прихожане, вот как мы говорим, воцерковленные люди, это люди высокой духовности, определенных высоких моральных, нравственных принципов, во всяком случае, может быть, мне повезло, может быть, я опять не сталкиваюсь вот с такими людьми. Это если мы говорим о людях, которые, ну, что-то могут сделать, да? Вот. И в этом смысле за их пожертвования я совершенно спокоен, потому что это деньги, заработанные честным трудом, которые они жертвуют на строительство храмов, на реставрацию храмов, на поддержание храма, на социальные проекты, которые сейчас очень широко практикуются в церкви. Я ведь почему спросил про современное состояние общества, чтобы понять, а вот случись вдруг какие-то снова потрясения, какие-то перемены, не может быть повторения вот этой картины, как вот в лихие 90-е или как там, не дай бог, в 1917 году? Я бы не исключил такую возможность. Да? А почему? Опять, потому что вот это злое начало все равно есть в каждом человеке. И как он может с этим управляться сам, своей духовной жизнью, добро и зло в человеке есть. Это всегда борьба у всех людей. И если вдруг появится возможность такая, какая-то вот форс-мажорная ситуация, ну, не факт, что некоторые вот не справятся с этой ситуацией. Что делать? Ну, это сильное государство. Если человек не понимает слов, если он не отвечает на призыв благоразумия, то значит, он должен бояться совершать плохие дела. И вот это сильное государство. А когда вот этой силы нет, тормозящей, ограждающей других людей от каких-то проявлений зла, ну, тогда вот может быть. Не дай бог, конечно. Я правильно понимаю, что здесь очень важную роль имеет еще и единство самой церкви. Потому что если уж мы начали говорить о 90-х годах, я прекрасно помню ситуацию, когда вместе с развалом Советского Союза в нашу страну хлынули просто каким-то нескончаемым потоком так называемые представители разных течений, в том числе христианских. И в итоге вроде бы вера, вроде бы свобода веры, исповедание, но каждый кто во что гораст. А вот этого единства-то как раз не было. Может быть, и в этом в том числе причина вот таких вот взаимоотношений между людьми? Да, но это не единство церкви. Церковь едина. А вот тогда, когда стало все можно, и когда вот этим смрадным потоком с Запада хлынули к нам всякие представители разных сект, это была диверсия, направленная против страны, чтобы расколоть общество, чтобы оно перестало быть единым, цельным. Потому что тогда легче этот народ завоевать, когда он раздроблен. Вот об этом церковь сразу стала говорить, но не сразу ее услышали. Что это плохо, это неправильно, это добром не кончится. Ну, в общем, сколько поломанных судеб. Как вы относитесь вот сейчас, то, что происходит в нашей стране? Ведь секты по-прежнему, они какие-то действуют, или это уже все-таки не на таком уровне, как было раньше? Это не на таком уровне. Народ все-таки почувствовал, что там неправда. А неправда, она никогда не может держаться долго. Она все равно сдуется. Вот в неправде нет силы, жизненной силы. Ну, какие-то есть. Но, во-первых, многие из них и государством запрещены, как деструктивные, которые уж явно экстремистско настроенные. Вот с этим и государство в том числе борется. Отец Иосиф, а вот на ваш взгляд, ну, Ковальевич, мы говорим о 90-х годах, то, что происходило, это вот все-таки следствие того, что государство было очень слабым? Или все-таки здесь духовного больше, того, что народ разучился жить с Богом? Я думаю, и то, и то. Вот никогда не было такого идеального состояния общества, когда вот все жили хорошо, все жили правильно. Всегда находилось что-то вот такое неправильное, вот какая-то червоточинка. И в какой-то момент вот эта вот неправильность, она вот выплеснулась и так ярко проявилась. Как вот в 90-е. А у 90-х и у революционных каких-то движений 17-го года что-то общее есть, на ваш взгляд? Ну, там другие декорации, другая ситуация, но мне кажется, вот в духовном смысле, да. И это тоже ведь возникло не вдруг. Это все зрело, и в том числе и вот эта бездуховность, она тоже... Вот она и проявилась. Почему вдруг русский православный народ вот так ринулся? Не все, конечно, но разрушать храмы, сдергивать кресты, там срывать купола. Но ведь там же людей, которые были настроены против церкви, и же было подавляющее меньшинство. Даже вот неоднократно на нашей программе приводился данный соцопрос в 30-е даже годы, или в 20-е, когда чуть ли не 90% людей, не помню точную цифру, сказали, ну, в общем, подавляющее большинство, сказали, что они так или иначе верующие. И тем не менее храмы разрушались, священники... Ну, это перепись населения. Да, попадали в опалу. Как же так? А когда к власти пришли вот такие люди, настроенные атеистически, вот не хватило у народа духовной силы им противостоять. Хотя были такие, не вся масса бросилась, так сказать, в объятия этой свободы, мнимой. Были, которые это не приняли, и вот они оказались жертвами вот этой репрессивной атаки. Ну, наша Каштачная гора, даже в Томске, это вот такой самый... Там, например, да. То есть у людей не хватило все-таки глубины веры, если мы говорим, что подавляющее количество людей были верующими, но вот этой самой истинной веры, да, получается, когда ты готов идти за Христа до самого Креста, до самого распятия, не хватило именно этого? Я думаю, да, когда нет вот этого внутреннего такого глубинного понимания, ради чего жить и ради чего стоит умереть. Вот этого не было. Было вот такое все поверхностное, ну вот привыкли быть как бы православными, а когда щелкнуло, то оказалось, что все это не имеет крепкого корня. Все это дом, который был построен на песке, и вот цунами это все снесло. Вот сейчас внешние обстоятельства в нашей стране, то, что происходит вокруг, мне кажется, как раз способствует того, что вот вера должна укрепляться у людей. Ну, что еще, казалось бы, должно произойти? Такие ковид пережили, с ООН началась, и про санкции уж там, это капля в море по сравнению с остальным. Но народу в храме больше стало? Вот вы, как не только секретарь Сумской епархии, но и как человек, который является ключерем Петропавловского собора. Казалось бы, это так, вот как в годы Великой Отечественной войны, вот несмотря на то, что народ вроде внешне так отказался от Бога, да, но внутренне-то, вот это вы вспомнили эту перепись населения, которая послужила усилению репрессий, а когда 22 июня 41-го года народ пошел в храмы, и потом власти вынуждены были разрешить праздновать Пасху, потому что вот этот духовный подъем, он был очевиден, храмы были переполнены. Сейчас, к сожалению, вот такого не случилось. Вот есть же в народе гром не грянет, мужик не перекрестится. Да гром грянул. Гром грянул. Народ не умеет перекреститься. Видимо, именно поэтому вы сказали, что повторение 90-х вообще не исключено. Не дай Бог, конечно. А ведь помните, когда вот вы затронули тему Великой Отечественной войны, как обращался Сталин к народу? Братья и сестры. Несмотря на многообразие религиозное, в том числе, братья и сестры. Ну, потому что... Ну, потому что... Да, дало эффект определенный. Потому что у него основа была такая, христианская. Все-таки быть студентом семинарии, это просто так не проходит. Отец Иосиф еще является у нас ректором Томской духовной семинарии, поэтому он знает, о чем говорит. Да. Да. Отец Иосиф, давайте перейдем ко второй части нашей программы. Рождественский пост. В этом году он начался даже раньше. Если обычно пост начинается 28-го числа, то теперь раз 28-го числа выпало на четверг, соответственно, 27-е было уже среда, пост уже идет. Расскажите, для чего этот пост, его особенности. Мы постоянно говорим, что пост – это не диета, но все-таки одно дело, когда говорим, мы люди светские, а другое дело, когда вот человек – священник. Да. Прежде всего, люди хотят знать, что можно кушать, а чего нельзя. Нельзя. Мясное, молочное, яйца. Яйца, да. Все только растительного происхождения. Первую половину поста можно рыбу. Он не такой строгий, как великий, хотя и по продолжительности такой же, кроме среды и пятницы, а вот после 19 декабря, после Дня памяти святителя Николая Чудотворца, там немножко ужесточение, вот в смысле меню, когда рыбу можно только в субботу и воскресенье. Но есть вот эти правила, такие гастрономические, да, поуставные, но есть еще и жизнь, и жизненные ситуации, когда люди объективно не могут держать пост. Это беременные женщины, больные люди, это военнослужащие. Путешествующие, наверное, да? Путешествующие, но сейчас такая ситуация у нас в стране, что любой путешествующий может найти, где покушать без проблем постное. Особенно это видно в Великий пост, в любом ресторане, в любом кафе есть постное меню. Так что это сейчас не работает, такая уловка. Вот. Ну, это все больные люди, которым, ну, объективно требуется определенного рода пища. Да. Но это ведь не главное, это ведь не все, в чем заключается пост. Пост — это вообще ограничение. Вот рождественский пост — это подготовка к празднику Рождества Христова, подготовка к встрече Спасителя, рождающегося в этом мире. И православные люди, верующие люди себя готовят к этому, ограничивая себя в чем-то и давая место духовной жизни. Это больше ходить в храм по возможности. Это чтение и священного писания, и какой-то духовной литературы дома. Ограничить себя не только в просмотре там, телевизионных программ, но и всяких интернет-каналов. то есть ограничить себя от всего неважного, от всего ненужного. Потому что много в жизни сейчас ненужного, которое портит человеку жизнь. Но, наверное, будет правильнее что-нибудь ненужное заменить на что-нибудь нужное. Потому что, если ты себя от всего оградил, но лежишь на диване, вряд ли это какое-то душевное пользу принесёт. Да, ты даже можешь себе голодом уморить, но это не будет пост. Не делая этого, да, вы правы заменить это, думая о своей душе, о жизни правильной своих ближних. А каким-то образом богослужебный круг во время рождественского поста меняется? Вот как в Великий пост нет, но люди, которые ходят в храм регулярно, они замечают, что появляются вот такие ноты, тексты уже рождественские. Христос рождается, мы запеваем. И вот это всё чувствуется. Вот когда человек имеет возможность каждый день быть в храме, то он это чувствует, что вот-вот приближается это время. Время большого праздника. Каждый год люди сталкиваются с одной и той же проблемой, но конечно, не у каждого из нас все друзья, все знакомые, все родственники являются православными, выцерковленными, глубоко верующими людьми. Новый год как раз выпадает на рождественский пост. И если человек оказывается где-то в кругу хороших знакомых и получается чувствуете себя какой-то белый ворон, а на столе вообще нет продуктов, которые постные, что делать? Здесь это все оставляем на совесть каждого человека. Конечно, сказать, что ах, это все можно, но один раз, а потом мы допостимся, такого не могу. Понимаете, вот когда мы правильно воспринимаем пост и действительно человек верующий постится, для него нет этого вопроса вообще. Пойти к друзьям, не пойти, он занят своим, он живет вот в этой атмосфере церковности православной, для него нет вопросов, а когда начинаются вот эти метания, ну не надо себя мучить, ну идите и радуйтесь как можете. Но это не значит, что я разрешил. Да, да, Отец Осип, в финале нашей программы еще остались блиц вопросы. Как найти крестных, если среди знакомых нет глубоко верующих? Это тот священник, который будет крестить. Он становится крестным. Да, но вот если объективно, нет. В этом случае человек крещаемый, он не будет обделен в том смысле, что вот не у кого будет потом удалять совет спросить еще чего-то, потому что крестный это великая сила, на самом деле. Может быть и так, да, но наоборот, мне кажется, он приобретает, потому что этот священник действительно будет за него молиться, потому что вот это самое главное. А батюшка в этом случае обязан согласиться или нет? конечно. 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 А как же оставить человека? Но если мы имеем в виду маленьких детков, если взрослый, то взрослый и сам, так сказать, может обойтись без крестных родителей. Должен ли верующий принимать успокоительный или необходимо приходить в душевную равновесие с помощью молитвы? Молитва, конечно, это номер один. Это даже не номер один, а это единственное важное, единственное в жизни человека. Но бывают ситуации, Господь-то на то нам врачей и дает, и дает им особую благодать. Кстати, вот неважно верующий врач или неверующий. Мы знаем, что к врачу Господь представляет особого ангела. И после молитвы мы идем к врачу, который мы молим чтобы он правильно угадал диагноз и назначил правильное лечение. Нельзя пренебрегать. Иногда это нужно. Человек иногда не может выйти из вот этой ситуации сам. Спасибо, отец Иосиф, за то, что ответили на вопросы, за то, что порассуждали вместе со мной на какие-то такие злободневные темы. Благодарю вас за то, что нашли время. Нашим телезрителям мне остается напомнить, что каждый из вас может прислать вопрос в нашу программу либо предложить тему нашей следующей передачи. Пишите православие70 собака mail.ru Отец Иосиф, еще раз спасибо за то, что вы принялись. Спасибо вам и пусть Господь хранит всех вас. Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Увидимся ровно через одну неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова